всем привет друзья всем привет сегодня мы покажем вторую часть расскажем о машинах которые уже приобрели наши счастливые будущие владельцы автомобилей их покажем ну и давайте наверное то есть у нас процесс по восстановлению по ремонту nissan но вот он у нас идет идет мы заедем с вами мастерскую то есть там дверь стоит уже вроде как не вроде как дверь купили короче говоря посмотрим посмотрим в каком состоянии вообще на какой стадии движется у нас ремонт на какой стадии что там сделали ну и все вам это покажем короче идем смотреть машины потом едем к nissan ноут ну начинать будем мы с нв nv 200 данный автомобиль мы проверили он полностью соответствует аукционному листу вот мы его завели пока он греется греется давайте ухты аукционник у нас убежал куда-то давайте пока автомобиль греется сейчас вывезем в транспортную компанию посмотрим посмотрим немного на цены вот наверно начнем вынем вперед на первый ряд и так стоит ну можно сказать suzuki hustler практически дома за flyer xs комплектация кроссовер на литье на летней резине друзья шестнадцатый год гибрид 660 52 лошадиных сил и максимальная кнопка комплектация кнопка старт климат литье вот две камеры стоит перед столкновения желтый ярко-желтый цвет автомобиль открытой тигр с какой-то видите модный такой автомобиль модная комплектация бардачок сверху снизу бардачок углубление климат-контроль под желтой цвет сделано переднее сидение иду диваном даже есть есть подогревы кстати второй ряд сидений сидушки у него раздельно они трансформируются двигаются они складываются спинка переднего пассажира опускается получается у нас замечательный столик такая хорошая трансформация салона видите flyer flyer кроссовер вот задняя часть автомобиля давайте посмотрим что происходит по низу ржавчины ржавчины нету плохой самом деле такой автомобиль рядом стоит honda fit синем цвете гибрид 16 год комплектация простенькая там не с к нель к 745 тысяч рублей автомобиль идет 4 воды он уже с туман очками с туман очками на летней резине дальше идет дайхатсу дайхатсу мув subaru стелла все то же самое 15 год фары линзы максимальная комплектация 405 тысяч рублей мув стыла машины машины один в один за ними стоит honda hrvi внимание это hrvi то есть это аналог везель а но они идут они идут не гибриды и они идут с мотором 1 и 8 ракте с 14 год полтора литра климат-контроль 645 тысяч а вот стоит уже honda везель да вот посмотрите вот морда везель а вот морда шире машины одинаково и так везель полтора литра вот везель они идут полторашечный гибрид 4 в д подогрев сидений 970 тысяч далее стоит toyota spade 15 год полтора литра 43 тысячи километров пробег 499 тысяч рублей цена цена хорошая за автомобиль задняя часть ой на улице на улице ребят дубак вроде как-то минус 9 минус 10 всего сдувает как все минус 35 suzuki swift в синем цвете синем цвете по моему передний привод он на летней резине бесключевой доступ бесключевой доступ цена 467 тысяч рублей стоит вот такой автомобиль 4 воды он до до 4 воды toyota пробокс не пробокс оксид их можно перепутать они одинаковые так 14 год по японии 15 и ладить он комплектация 2 airbag 4 abs брызговики туманка ветровики 517 тысяч за передний привод до передок запаска и запаска он она не езженная новенькая еще можно сказать стоит что у нас еще здесь есть nissan ноут 15 год 4 воды 458 тысяч honda step wagon 4 воды полтора литра 15 год аукцион статистика цена у нас не указано на этом автомобиле nissan sirena 13 год брит 4 балла 845 тысяч рублей а подскажите сколько с тобой стоит до 895 тысяч стоит вот этот вот автомобиль так рядом стоит рядом стоит fit гипп а камеру телевизор ставлю понял понял рядом стоит honda fit гибрид гибрид цена 680 тысяч рублей рядом стоит toyota leon 16 год полтора литра восемьсот тридцать пять тысяч рублей на летней резине друзья пробег 13000 на автомобиле он закрытый мы его сейчас проверяли его его покупает таких автомобилей не знаю не найдешь на рынке он целый по кузову родной пробег 13000 на автомобиле дальше идет prius ярко-красный цвет ярко-красный цвет естественно это рестайл сзади сонары резина лето полный мультируль полный мультируль 15 год 18 885 тысяч рублей ладно немножко наверно прогрелась подел заберем он вы и немного про них расскажу друзья выезжаем с рынка выезжаем со стоянки на вот сел за руль до первое впечатление сидеть высоко с ней высоко и реально удобно так сейчас мы тут протиснем ся между автомобилей напоминаю двигателя здесь устанавливаются объемом 1 и 6 литров других двигателей здесь нету по моему 109 109 лошадиных сил и так автомобиль у нас передние приводные передние колеса у нас ведущий мало ли мало ли кто об этом еще не знает вот 4 воды они есть но в россию они пока не возятся они пошли я вот все несколько раз уже говорил по моему они пошли пошли 17 года и так значит данный автомобиль вот у нас сейчас я вам скажу год какой по моему 11 года он нет не 11 года автомобиль 2012 года это не был автоподбор это была просто штучная проверка автомобиля это наш постоянный клиент наш подписчик мы с ним знакомы лично он приезжал подбирали ему мазда бонга вот когда он приезжал наверно уже в около года прошло обратился к нам нашел сам этот автомобиль сам пробил его по статистике все совпадает пробег родной внимание ребят вот ими вот реально внимание пробег на данном автомобиле 67000 это настоящий родной пробег это этот автомобиль относится к такому к рабочему классу до к бизнес-классу ну не в плане там бизнес-класса роскошь а короче говоря берут такие автомобили для работы и поверьте они с японии приходят ось какими большими пробегами здесь пробег подарок цена подарок по моему стоял он 630 тысяч отдали его за 615 тысяч это очень дешево с таким пробегом сразу спросите да что с машиной битье наверное нет это не битье она совсем чуть-чуть была поджата в заднюю часть 100 старую дверь сняли новую дверь поставили все в остальном автомобиль абсолютно целый так наверное надо нам где-нибудь остановиться с вами показать вам показать вам состояние вот лежит родной аукционный лист пробег 67000 машина rk xx требует замену то есть он сюда пришел в таком состоянии дверь уже меняли здесь написано требуется за не замена торцевой планочки и и не меняли и и можно сказать не за дело там были маленькая царапинка идет я об этом покажу просто японцы они такие люди они пугнули царапали крыло да под замену там за вмятина на крыле под замену на капоте вмятина под замену они не заморачиваются они стараются не делать автомобиль они стараются ставить ставить просто новые детали ладно сейчас где-нибудь остановимся покажу вам салон немного еще хочу сказать о подвеске о шумоизоляции да вообще как машина себя ведет так как бы шумоизоляция здесь не ахти вот но тем не менее не знаю какая не какая она там есть еще раз повторяюсь это грузовой грузопассажирский автомобиль вот я сейчас еду дорога вот такого плана в салоне нет тихо но как бы и не громко стандартная ситуация для такого плана автомобиля то есть что-то сзади поскрипывает поскрипывает но это терпимо по подвеске вопросов нету вообще никаких то есть пробег 67000 барин но состояние не новое новое конечно это круто сказано новое то наверно в салоне вот практически доехали до транспортной компании ребят подписывайтесь на наш канал всегда будете в курсе цен на японские автомобили просто вот вроде смотрите 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 очень много людей смотрят без подписок очень много людей пишет комментарии кстати спасибо за комментарии то что вы пишете подписывайтесь на канал поддержите нас то есть дальше дальше будет намного много интереснее итак давайте останавливаемся подъехали к транспортной компании давайте немного немного расскажу кстати вот на заднем плане стоят автовозы еще вчера здесь были пять штук стояло три автовоза ушло два автовоза остались один уже груженный то есть я думаю сегодня сегодня он идет остается один автовоз и так nv 16 109 лошадиных сил 2012 год автомобиль на летней резине он без туманок такой сероватый цвет габаритная антенна поворотники повторители в крыле багажник бонусом автомобиль пришел с японии в таком состоянии задняя часть автомобиля камеры заднего вида нету есть парковочное зеркало вот эту дверь поменяли вот здесь была вмятина стойки несущая часть кузова все целое с этой стороны тоже все целое вот указано до указано то что вот это вот место она требует замены смотрите здесь просто просто вот она вот царапина идет все состояние багажного отделения до присутствуют царапины до небольшой пробег но уже все и царапано вот это еще раз повторяюсь это рабочий автомобиль ну и давайте оценим да сколько здесь места то есть допустим чем удобно да сидушку мы эту складываем есть не буду и складывать одному неудобно то есть можно даже заходить в салон заходить салон я вот вот я не знаю залазит еще кто из блогеров а так по салонам лазит не лазит вот можете оценить то есть да тут как бы в полный рост не станешь но вместо очень много таких как я наверное сюда можно усадить человек человек восемь и так значит что мы видим задняя часть сиденья лавкой поручень идут форточки удобств ну в принципе никаких тут можно сказать не туда кроме форточек если это можно отнести к удобствам подстаканник это он вмонтирован посередине между креслами два подстаканника для задних пассажиров ладно вылазим отсюда вылазим отсюда закрываем так дверь замерзла у нас сиденье у нас тут вот таким планом он складывается давайте наверно все сложу попытаюсь сложить о-о-о ножка сюда убирается вот ну и также то есть можно допустим с этой стороны до сюда залезть вот здесь походить чего не поделать можно постелить матрас сюда да если вы куда-то допустим на природу на этом автомобиле выжать короче ребят ну место здесь реально место просто вагон очень много места так выходим выходим так не туда до одному конечно не очень удобно но в принципе это возможно сделать так по месту по месту в задней части недавно у нас был обзор на канале я уже говорил да то что ну лично мне сзади некомфортно ехать на этом авто или потому что я вот сел вот как вам по так показать вот так наверное видно вот и все я вот уперся вот прям вот сюда я ну короче говоря мне ребят мне не нравится вот и опять же коленочки не вот как-то вот упираются ладно там на небольшие расстояния можно проехать но на большие расстояния я даже не знаю так вернемся и вот выходи да вот смотрите вот я дверь открыл да вот выходить с машины у меня вот как вам показать то вот вот пытаясь до меня вот вот задевая как пойдемте посмотрим со стороны пассажира со стороны пассажира ключевой доступ автомобиль есть посадка в автомобиль то есть сел такого ну в принципе сел сел на посадка со стороны пассажиром удобно комфортно высоко вот дверную карту можно использовать типа как подлокотник тот же электрический стеклоподъемник сидушка здесь у нас она не ездит у нас регулируется только спинка вот так могут пилок максимально и она опирается у нас в поручень все ну и здесь столик небольшой не знаю напольник так пепельница автомат прикуриватель печка японская мультимедиа система старого образца все больше в принципе ничего здесь такого интересно нету подстакане кстати напоминаю так сейчас я выйду напоминаю вот эти все автомобили непроходные года да вот эти группы и автобусы друзья они привозятся только на юрлиц и в видео мужа в каком-то говорили даже будет 2020 году утиль сбором поднимается на сто процентов нас ждет очередной подражание на наши любимые японские автомобили они никуда не денутся и будут вести вот ну нам просто с вами нужно будет привыкнуть наверно к цене это касается напоминая только автомобилей так давайте начнем движение уже это касается только автомобилей которые не проходные года которые проходные года они как везлись пока там ничего не изменилось в у нас опять продлили на год все хорошо ладно заезжаем транспортную друг нас встречает амур он что-то кушает вот и на этом на этом автомобиле будем заканчивать так ребят забираем очередной автомобиль как видите находимся не на авторынке зеленый угол находимся находимся просто на стоянке в городе то есть машины проверяются как и на авторынке так и по городу данный автомобиль это toyota vitz как видите он без номеров соответственно этот автомобиль беспробежный вот я к чему это веду к тому то что ну есть какие-то мелкие продавцы да сейчас мы заведем автомобиль откроем только приехали есть такие продавцы мелкие которые занимаются штучно автомобилями допустим там 123 там 4 там максимум 5 машина гвозят у них есть основная работа это у них идет как дополнительный доход вот поэтому на рынок они эти автомобили не выставляют и так это у нас был поиск автомобиля это у нас был автоподбор значит стояла задача у нас найти toyota vitz в рестайле с минимальным пробегом ну и целый по кузову допускались какие-то небольшие нюансы в плане небольших царапин небольших даже подкрасок и вплоть до замены деталей главное чтобы внутрянка была вся целая то есть самый важный критерий был это наименьший пробег бюджет был бюджет был 500 тысяч и так на один вид 2015 года с пробегом с родным пробегом 54 тысячи литровый мотор 1кр 69 лошадиных сил автомобиль целый по кузову он не битый он не крашеный смотрите вот машину только завели мотор работает как часики не биты крашеные есть небольшие нюансы по кузову которые в принципе при большом желании да это все это дело устраняется можно устранить вот небольшая тычечка это все вытягивается бесконтактно красить красить ничего не нужно и еще одна небольшая тычка на переднем левом крыле вот она это тоже можно можно все вытянуть еще раз повторяюсь называется локальный ремонт на то есть покраска покраска здесь не нужно автомобиль на летней резине будущий владелец владелицы попросил у нас приобрести зимние колеса так как у нас зима вы видите снег идет ну и соответственно автомобиль придет не знаю там через три недели через месяц центральной части россии там тоже много снега навалило поэтому нужны нужны зимние колеса по состоянии по низу автомобиль кстати автомобиль до автомобиль переднеприводный он не ржавый по салону у нас вопросов нету вот он в таком состоянии пришел с японии он нечищенный не пылесошенный не полированный запаски нету идет ремкомплект само багажное отделение заднее сиденье у нас складываются складывать час не будем их второй ряд сидений тоже видите сидушки чистенькие там не пятен не паркуров не дыры каких-то ничего такого нету под ковровым покрытием тоже чистота здесь у нас дверной карте 70 процентов классика до остальные 30 процентов вот тканевая ставка здесь вот такие два вот бардачка небольших здесь стандартно все большой бардачок у нас идет вот здесь тоже верхний бардачок да это можно назвать между точнее между верхним бардачком между нижним бардачком бардачка вот так вот пространство сюда можно что-то ложить автомобиль на вариаторе здесь у нас едва подстаканника отключение антибукса ручник подстаканник для задних пассажиров по передней части именно со стороны водителя дверная карта то же самое вот действует шилдик на 48 тысячах было поменено масло автомобилем руль идет простой пластиковый хотел сказать кнопка старт автомобиль заводится с ключа вот здесь такая монетница удобная штучка корректор фар мы с вами фары поднимаем вверх вниз дворник обратите внимание какого плана дворник то есть он один он один он широкий на данном автомобиле а и так что касается корректора фар где-то мы вам уже показывали как он работает кстати температура на улице минус 1 когда мы ставим на 0 на 0 до у нас фары светят вдаль когда мы ставим допустим на пятерочку то они светят фары светят под нас дальше есть автомобили на климат-контроле но там бюджет бюджет конечно будет намного выше стоимость данного автомобиля стоял продавался он за 460 тысяч скинули 5 тысяч отдали его за 455 тысяч как бы адекватная хорошая цена за данный автомобиль за такой пробег и за такое состояние по кузову здесь значит индикатор прогрева двигателя сейчас когда погасим вот это вот синяя лампочка это нам скажет о том то что двигатель прогрелся спидометр все стандартно механическая я ее называю так механическая стрелка бензобака далее подстаканники говорил вот здесь у нас идет розетка ну и климат-контроль у нас идет на крутилочках мульти медиасистема здесь удобные ручки ручки у нас идут только почему-то вот а именно со стороны с левой стороны изначально когда смотрели автомобиль да вот там их нету вот здесь думали то что ручка на у нас поломана специальных сделан крючок да на первый взгляд смотришь как будто бы ручка она поломана по факту оно так и должно быть здесь у нас идет крючок ремешок для третьего пассажира прячется потолку потолке подсветка кстати по цвету дионная ну и здесь тоже вот у нас подсветка то есть мы можем просто по одной лампочке включать можем ее выключить а можем ее включить на открытие дверей да вот сейчас дверь у нас открыта подсветку у нас загорелась сейчас мы дверь закроем внутри закрывая дверь подсветка у нас автоматически гасит то есть открываю дверь подсветка у нас загорается тоже очень очень удобно вот камеры заднего вида на автомобиле нету но это не беда ребята там полторы тысячи рублей я всегда об этом говорю и у вас установлена камера заднего вида и так автомобиль у нас прогрелся прогрелся так вот только что-то стекло у нас непонятно что с ним не прогрелась а ладно стеклом немного приоткроем поехали значит за резиной сейчас немного расскажу как мы забирали как мы все посмотрели этот вид в принципе все стандартно вот видите вот здесь такое зеркало удобно чтобы мы выезжаем даст парковки мы не видим там нам мешает зеркало посмотрели машин нету приехали приехали на осмотр автомобиля вот он стоит ну если честно он стоял на другой территории да вот там чуть дальше есть стояночка вот так ямка осторожно солнце светит короче говоря приехали его смотреть он стоит на закрытой территории у продавца не было ключей от этой территории и вален камеру забыл собой взять но забыли собой взять камеру так бы получилось клевое видео лезли блин через забор через какую-то там колючую проволоку и так далее но в итоге автомобиль автомобиль посмотрели нормально кстати вон стоял продавец и знаете что самое интересное когда приехали на смотр автомобиля продавец нам говорит о а я вас знаю короче говоря это оказался наш подписчик так сейчас выезжаем осторожно выезжаем сейчас мы выйдем что как-то вот не особо удобно отсюда выезжать перекресток такой все вы короче говоря продавец оказался наш подписчик который нас регулярно смотрит и так давайте вернемся к автомобилю и пристегнулся я сейчас я пристегнусь все пристегнулись фарики включили все как положено будем ездить по правилам так вернемся к автомобилю значит двигатель 1 кр 69 лошадиных сил увидели мы с вами поднимались в горочку в принципе неплохо в принципе тянет понятно то что это там не труба какая-то машина это даже там а не один крик но тем не менее это новый автомобиль и литру литру литров ему в принципе хватает вот что касается по расходу топлива я думаю по ради востоку он будет кушать литров наверно 8 до с нашими там спусками подъемами если где-то на ровной местности то наверное литров 6 литров 6 можно уложиться вот а я старую немного в принципе обороты поднимаются кранет то но я еду за рулем как поднимаются обороты вот и соответственно у нас растет скорость давайте захватить бензин где у нас автор от 44 44 рубля а еще такой один один момент многие спрашивают да какой какой бензин заливать ребят заливает 92 бензин нет у нас 95 бензина все нафиг идет с присадками и так далее и тому подобному вот поэтому заливайте 92 бензин что касается масла то масло у нас идет 0w20 синтетика так немного прервался оторвался на телефонный звонок масло 020 синтетика заливайте хорошие качественное японское масло потому что пробег небольшой двигатель новый вот там синтетику не надо убить двигатель не то что синтетика полу синтетику и тем более минералку не надо губить двигатель заливать вот это вот короче говоря лети 020 синтетику хорошие японское масло все мы приехали за резиной так значит заехали посмотрели ну что то вот не то не нравится нам резиной резину нужно взять прям такую хорошую кстати друзьям и какую резину мы покупаем то есть мы не покупаем новую резину да потому что новая резина но если какая то бюджетная это китай китай нафиг этот китай корея тоже нафиг если там на летом можно поставить китая можно поставить корею новая резина японская да тогда когда проехать дай проехать новая резина японская она дорого но как бы качество понятно там на высоте мы берем просто бушную японскую резину естественно дешевле чем новая японская резина просто берешь остаток 95 98 процентов на протекторе ставишь и она у тебя едет по льду как по асфальту вот и все итак ребят вторая попытка не удалось резины тоже нету все раскупили ничего будем надеяться с третьей попытки с третьей попытки все у нас удастся ребят третья попытка не удалось а нет резины нормально вален сейчас ладно едем дальше четвертая попытка ребят ну блин четвертая попытка вот уже приехали в шинный центр да где в принципе автомобиля где не автомобиля резины очень много вот и как-то вот не можем на нашего вица подобрать резину нам предлагает там то я гофор короче предлагает но не то что нужно нам нужен либо данном его дома по нашего малыша взять либо bridge stone хорошую резину пока нету едем дальше ну что ребят третья попытка удалось наконец-то удалось отделим мы колеса так было немного неудобно снимать короче говоря вот блин резину уже испачкали да ну поверьте она еще она еще с лимельками в общем в общем купили то купили то что хотели давайте с этим автомобилем будем заканчивать вот едем в транспортную компанию и это уже авторынок зеленый угол перед нами стоит toyota corolla филдер очень хорошей комплектации автомобиль 2016 года комплектация g автомобиль 4 под это друзья тоже был поиск автомобиля был у нас автоподбор бюджету человека у нашего подписчика был 800000 изначально он конечно хотел g комплектацию так вообще завязала сделано как завязалась я вам потом расскажу процессе езды когда поедем вот хотел он же g получил что вам сказать автомобиль идеальный идеальный немного покажу вам по кузову его он не битый он не крашеный то есть вкратце просто вот по несколько раз на детальку родной слой краски 50 60 70 микрон на автомобиле давайте сильно увлекаться не будем да потому что затянется лобовое стекло идет родное кстати с подогревом дворников в общем автомобиль весь целый попросили нас докупить резину с литьем пусть докупили литье докупили резину резина практически новая камера заднего вида на автомобиле установлена полка салон чистейший салон прям болин идеальное состояние салона можно сказать видите литье у нас все упаковано в пакетиках полочку можно вот так вот сделать полка даже смотрите блестится на этих автомобилях дверь идет пластиковая остальные два колеса лежат вот здесь подлокотник чистейшая заднее сидение прям реально чистейшая дверные карты не поцарапаны не зашарпаны ничего такого здесь нету давайте еще раз внешний вид покажу или поедем автомобиль стоит 805 тысяч рублей стоил он 820 тысяч рублей но он был куплен без скидки потому что изначально повторяюсь автомобиль стоял 820 тысяч рублей потом продавцы изменили цену на 805 тысяч рублей и так g комплектация пробег у автомобиля сто двадцать восемь тысяч но поверьте состояние у него у него состояние по кузову по салону как реально ребят как новый автомобиль ну давайте я поближе сейчас просто приближу да вот эти вот места постоянные царапаны здесь идут царапины здесь мы этого ничего не видим 4 в д датчик при столкновении отключения антибукса полный руль вот они отключения датчиков при столкновении движение по полосе корректор фар подогрев дворников регулировка зеркал управление дисплеем ну руль идет обычный климат-контроль самое главное климат-контроль на автомобиле камеры заднего вида установлена не то что к сам самое главное до климат-контроля когда автомобили идут на на климат-контроль и они конечно так часа выйду они конечно идут и в цене подороже хотел рассказать да как оно все начиналось то есть скинул один автомобиль посмотрели я уже не помню что там было у нас но по-моему даже первый автомобиль он сам в статистике нашел да там оказался пробег скинул второй автомобиль оказался пробег скинул 3 автомобиля оказался пробег вот большой пробег один автомобиль доходил у нас до пробега не помню я читали 250 или 270 тысяч что-то такое там было вот потом в общем позвонил слова ребята все давайте ищем ищем машину бюджет 800 тысяч вот не заморачиваемся на комплектации уже подойдет их с ну как видите как видите нашли комплектацию же что и так про руль говорил центральная часть бензобак бензина кстати нет у нас это очень плохо спидометр 180 тахометр до 8000 ну как обычно все стандартно управление дворниками с правой стороны у нас с вами идет управление поворотниками дучки сделано вот такого плана да как под вентилятор тоже красиво смотрится вот здесь японец сделал себе какой-то вот на балдашник на балдашник до под телефон дальше значит со стороны пассажира у нас идет сверху бардачок документы все имеется идет ой то есть нижний бардачок идет верхний бардачок ну это такая же дуешь когда как и с той стороны и так значит двигатель у нас 1 нз автомобиль у нас на вариаторе двигатель развивает мощность 103 лошадиные силы я не знаю как так японцы умудряются да как они так делают но при 103 лошадиных сил автомобиль он едет то есть он действительно едет взять взять какой-нибудь там nissan ноут три цилиндра да некоторые не turbo в этом 79 лошадиных сил хотя он тоже едет 79 лошадиных сил три цилиндра едут допустим берем но 98 лошадиных сил turbo он прет он реально прет вот недавно подбирали не подбирали а люди приезжали с якутии с якутии и не помню откуда еще человек приезжал в один день было два поиска автомобилей ходили по рынку выбирали вот купили купили им по ноуту кстати один из них андрей который с якутии он уже год назад нам обращался где-то есть его ролик у нас на канале мы ему тоже помогли подобрать nissan days вот он снимал всю дорогу как он как он ехал в этот раз обещал обещал тоже нам значит снять как он как он доедет до якутии вот ну что вам еще сказать пищалка это замучило пищит пищит транспортно ехать недалеко поэтому и что как-то пристегиваться не стал в общем кому нужен автоподбор кому нужен хороший автомобиль ребят смело обращайтесь всегда поможем всем отвечаем напоминаю не звонить ночью итак машину значит погнали в транспортную компанию напоминает и тойота corolla филдер автомобиль 2016 года же салон двигатель 1 нз на вариаторе 103 лошадиные силы с пробегом 128 тысяч стоит по такой замечательный автомобиль 805 тысяч рублей так друзья вот заехали посмотреть что с нашим автомобилем происходит видим в пленочке дверь уже сняли вот она старая дверь вот приобрели новую дверь практически в цвет она подготовлена под покраску то есть вот видите состояние дальше значит машина вся укрыта в пленке арку нам уже сделали арочка тоже она подготовлена под покраску то есть ну понятно то что арка на вот здесь тут будет наверно шпаклевочки там уже есть надеемся немного потом когда автомобиль сделаю да мы естественно замерим толщиномером посмотрим внутренняя часть вот здесь она будет просто подкрашена а вот туда уже внутри как бы за ребро до туда туда ничего уже не лезет то есть мы можем сами наблюдать да как она будет покрашена от порога вот здесь вот принципе вот как она открыта так и будет краситься вот в общем в общем будем следить что с нашим автомобилем происходит ну естественно автомобиль автомобиль полностью потом вам снимем вот так на первый взгляд да то есть вот никаких не подтеков ничего не рисок не вижу есть работа пока выполняется очень хорошо напоминаю стоимость ремонта вот за вот эту арку за дверь за замену 45 тысяч рублей друзья ну показали что снова там в принципе работа выполняется качественно есть что я считаю тоже качественно потому что мы ожидали надеялись на худшее получилось в принципе легким испугом стоимость ремонта 45 тысяч рублей будем дальше следить на следующее видео скорее всего уже выйдет да не скорее всего выйдет когда машина будет полностью готова там уже вам подробненько покажем сколько там наложили шпаклевки вообще наложили не наложили но по крайней мере сейчас делается все прям клево на сегодня все всем пока всем пока